Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Всем-всем приветик! Всем доброго настроения и хорошего дня! И всем приветик тем, кто зашел ко мне впервые на канал. Итак, что я сегодня буду готовить? А вот что! Вот у меня клубничка. Ну вот, то, что я знаю, что вот можно делать из клубники, я с вами обязательно поделюсь. Итак, эта клубничка называется перчик или пальчики. Она маленькая и очень сладкая. Поэтому из этой маленькой клубнички я буду готовить конфетки. Вот у меня, смотрите, сколько шоколада. Этот шоколад 80 и 85 процентов. Вот, ну не все любят его кушать, но это очень-очень хороший шоколад для конфеток, любых конфеток. Сюда подойдет также, если у кого-то есть земляничка, то и земляничка подойдет. Будут очень вкусненькие конфетки. Итак, что мы делаем? Сначала мы моем клубнику с хвостиками, я уже говорила. Хорошенечко моем в одной воде, в другой. Вот когда у вас полная здесь воды, вот отберете клубничку и в другую мисочку. Промыли и снова в эту мисочку, чтобы у вас нигде на зубах не было песка. Особенно если там дождик. Все, мы оборвали все это. Теперь нам нужно просушить эту клубничку. Ну, сначала мы водичка, чтобы стекла водичка. Вот, смотрите, на этой мисочку беру и пустичу. Вот, эту мы сейчас помоем. А, я возьму вот такую вот бумагу. И на бумагу я эту клубничку высыплю. Ну вот, пусть она тут на бумаге немного полежит. И бумага впитает все. Вот. И тогда она у нас будет сухая. А тем временем я взяла кастрюльку. Нам понадобится кастрюлька. В кастрюльку мы наливаем любую водичку. Любую. Даже с-под крана. Наливаем водичку. Затем, я сейчас вот, мне удобно, в этой мисочке, где у меня клубничка была. Так, я ее сейчас вытру полотенечком. И эту клубничку, эту мисочку сейчас вот, я поставлю вот сюда вот. На водяную баню. Это у нас будет водяная баня. Ну, вы будете знать. Кто знает, ну, конечно, многие знают. А кто не знает, значит, водяная баня. Это кастрюлька. Это водичка в кастрюльке. И любая емкость. То есть, любая эмалированная или там нержавейка мисочка. Теперь мы сюда, в эту миску, будем крошить шоколад. Или не крошить, а просто даже кусочками. Мы сюда вот бросим шоколад. Вот у меня здесь. Он растает у нас, этот шоколад. Но надо, видите, у меня сколько здесь клубнички. Вы будете исходить из того, сколько у вас клубники. Столько шоколада. Но, знаете, если у вас останется здесь шоколад, он же не пропадет. Он же застынет, и вы его потом примените куда-то или скушаете. Итак, а это у меня очень хороший. Это импортный шоколад. Это меня угостили. Вот. Это шоколад. Ой, похудший какой. Это французский шоколад. Французский шоколад всегда ценится. Поэтому, смотрите, вот какой красивенький шоколад. И главное, что очень ароматный. Сейчас у нас шоколад этот растает. Вот получается у меня, я, вот 100 граммов шоколада. И 100 граммов, я тут кусочек был, ну, где-то 20 граммов. 120. Но если нам не хватит, у меня еще одна шоколадка есть. Все. Сейчас, пока она, этот шоколад растворится, мы начнем эту клубничку, которую уже немножечко вы ее просушили. Вот так возьмем хорошенечко. Можете еще одну салфеточку взять. Это уже еще одна салфеточка. Чтобы воды здесь не было. Шоколад у нас уже растопился. Я попробовала. Теперь мы возьмем или разделочную доску, или же вот такую любую, такую плоскую мисочку. Сюда в мисочку мы застелим, или же на доску, или же в миску мы застелим вот такую бумагу для выпечки. Для чего? Мы сюда будем складывать клубничку, которая у нас уже будет готова. Вы знаете, я, наверное, возьму доску. Так будет удобнее. Потому что, вот, видите, положила эту бумагу, и она ровненькая. А там надо выделывать все, мне некогда. Итак, здесь растопилось. Теперь мы берем и забрасываем сюда клубничку. Вот я вам уже сказала, что клубничку лучше всего, конечно, брать. Маленькую. Она, во-первых, будет, не будет мокрая, вот. А клубника, которая у людей, которые свою клубничку продают, она у них всегда сухая. И всегда она у них вкусная и сладенькая. Итак, смотрите. Я сейчас забрасываю все сюда, всю клубничку, которая у меня есть. Вот, бумагу я выбрасываю. Теперь, мне нужно теперь или ложечкой, или какой-то скалочкой взять вот так вот. Смотрите. И шоколад просто вот взять, чтобы клубничка вся была в шоколаде. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Полностью. И весь шоколад сейчас будет на клубничке. Когда, вот сейчас я уже увижу, что не будет у меня здесь клубники красной, а будет вся клубника такая вот коричневая. Я стараюсь всю ее сюда. А у меня же кастрюля тут такая скользкая, поэтому она, я на себя ее тяну. Ну, вот-вот, у меня уже все нормально. Все уже коричневое. Все выключаю. Уже все готово. Вот я, смотрите, у меня лопаточки, они уже как шоколадные стали. Вот. Теперь у меня здесь все в шоколаде. Шоколада уже у меня такого нету, который лишний. Все здесь на клубничке. Теперь мы берем то ли пинцетиком, то ли вот такой штучкой, ну, тоже пинцетики для этого, или обыкновенным пинцетиком, или ложечкой, и выкладываем сюда вот на доску. Или по одной штучке вот так вот, чтобы каждая клубничка, она, как вам сказать, чтобы она стала, подсох шоколад, и чтобы получилась настоящая конфетка. Но я вам сейчас не буду все это показывать, потому что это никому не интересно. Вот я выложила. Уже шоколад даже в тепле начинает подсыхать. Теперь вот эти конфетки я сейчас поставлю в холодильник. Вот так прям поставлю, и пусть пока вот вы посмотрите, она станет твердая. То есть шоколад станет твердый, и конфетка будет, примет форму конфетки. Все. Сейчас я ставлю в холодильник, а потом через какое-то время, ну, где-то через полчаса, через час будете смотреть, в зависимости от того, какой у вас холодильник. Итак, дорогие хозяюшки, наша клубничка в шоколаде готова. Главное условие, чтобы получились у нас красивые конфетки в шоколаде, чтобы каждая клубничка была полностью в шоколаде, вот как настоящие конфеты, главное условие это, чтобы она была не переспевшая. Если будет клубника переспевшая, то будет у вас жвачка. Если клубничка будет сухая и не переспевшая, и будет каждая клубничка в шоколаде, да еще будет постоянно стоять в холодильнике, вы получите наслаждение. Будет конфета такая очень-очень вкусненькая. Так что, дорогие мои, вы можете даже клубнику, то есть конфеты такие кушать, и делать конфеты из малинки, из ежевики, из... сейчас земляничка продается. Вот земляничке вообще будет очень вкусно, потому что она никогда не бывает переспевшей, она тверденькая, вот. Вы можете каждую брать ложечку и каждую обволакивать в шоколад, а можете так, как я, полностью, но чтобы клубника у вас не была жвачкой. Все, дорогие мои, вот такой рецептик. Можно вишни делать, ну какие вот будут фрукты, вы можете делать, и очень-очень вкусно, но все время, чтобы стояло в холодильнике. Тогда они будут тугие, и вот шоколад будет такой застывший, будут очень вкусненькие, а внутри у нас будет мягенькие. Все, дорогие мои, на этом я с вами прощаюсь. Желаю всем доброго здоровья, желаю всем, чтобы было все-все хорошо, достатка, благополучие, и главное, самое главное, самое основное, чистого неба над головой. Все-все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...